Это невозможно. Это противоречит всем законам физики. Это нельзя реализовать технически. Так считали ученые всего мира. Но в Центральном аэрогидродинамическом институте опровергли их мнение. Ракета-торпеда «Шквал» в фильме «Оружие». Советский подводный флот уже с конца 70-х годов располагал боевым средством, по сравнению с которым обычные торпеды и обычная тактика стали такими же архаичными, как лук и стрелы по сравнению с пулеметом. Одним из наиболее интересных достижений в области гидродинамики, которым гордится отделение гидродинамики ЦАГИ, это разработка схем сверхскоростных подводных снарядов. Наверное, многим приходилось слышать о ракетах-торпедах «Шквал». Отработка гидродинамической схемы этой уникальной торпеды вся отработка производилась здесь, в ЦАГИ, на первой стадии в гидроканале. Сначала изучалась физика этого явления, кавитационного. В основе действия «Шквала» лежит эффект кавитации. При скоростном движении тела под водой жидкость не успевает сомкнуться вокруг него. Образуется так называемая каверна, в которой корпус тела, в данном случае корпус торпеды, отделяется от воды облаком пара или газа. Сопротивление жидкости при этом становится минимальным. Торпеда соприкасается с водой только через кавитатор, головную часть, сконструированную особым образом. За счет освободившейся энергии скорость подводного болида резко возрастает. Изучением проблемы кавитации ученые Центрального аэрогидродинамического института занялись еще в начале 30-х годов. Это было связано с повышением эффективности грибных винтов, которые устанавливаются на кораблях. Пузырьковая кавитация приводит ко многим вредным последствиям. Это преждевременный износ и разрушение лопастей грибных винтов, перерасход топлива, ускоренная выработка моторесурса двигателей. Военным морякам хорошо известно еще одно неприятное выражение эффекта кавитации. Сильный шум винтов. Это главный враг подводных лодок, который способен выдать противнику местонахождение субмарины. Эти факты привели к тому, что гидродинамики всего мира обратили внимание на эффект кавитации, стали с ним бороться, его воспринимали как вредный эффект, конечно, естественно, на первых порах. Но затем это явление стало проявляться при быстром движении тел внутри жидкости, скажем, движении торпеды. Уже в послевоенные годы специалисты ЦАГИ детально исследовали все особенности скоростного движения под водой. Научным руководителем этих работ был Георгий Лагвинович. Лагвинович Георгий Владимирович. Выдающийся ученый гидродинамик. Академик. Лауреат Ленинской премии. Годы жизни 1913-2002. Участник Великой Отечественной войны. Участник обороны Сталинграда. С 1946 года работал в ЦАГИ. Был начальником отдела гидродинамики. В последние годы жизни советником директора ЦАГИ. Автор трудов по теории глиссирования и погружения в жидкость. Теории подводных крыльев. Еще на ранних стадиях изучения кавитации стало ясно, что при движении в облаке газа ни размеры, ни форма торпеды значения не имеют. На основе исследований этого явления ученые ЦАГИ предложили концепцию принципиально нового сверхскоростного подводного оружия. В носовой части ракеты размещается некий кавитатор, который создает за собой каверну. При движении все сопротивление торпеды сводится к сопротивлению этого кавитатора. А за самим кавитатором, в образовавшейся вот этой подводной полости, размещается основное тело ракеты. Боевая часть, двигатели, система управления и так далее. Идея выглядела многообещающе. И 13 октября 1960 года было выдано задание на проектирование подводной ракеты. Она задумывалась универсально. Ее можно было использовать и как торпедное оружие для поражения подводных и надводных кораблей, и как средство доставки ядерного заряда побережью противника. Разработки скоростной торпеды начались в 1963 году. Первые опытные пуски реактивных торпед «Шквал» проводились на полигоне озера Иссы-Куль со специального плавучего стенда. Затем прототипы торпед отстреливались с дизельной подводной лодки в Черном море. Потребовалось еще 13 лет, чтобы доработать конструкцию. И в 1977 году скоростная ракета-торпеда «Шквал» поступила на вооружение ВМФ СССР. Несмотря на столь почтенный возраст, до сих пор оружие не имеет аналогов, а многие детали остаются секретными. Вот тот путь, который был пройден у нас, благодаря работе, значит, такого творческого коллектива, сосредоточенного в основном здесь вот у нас, вот на нашей территории, где мы сейчас находимся, позволил, значит, провести такой, так сказать, просто настоящий прорыв в этой технике подводного движения. Уникальность суперторпеды скорости. Шквал проходит под водой 100 метров в секунду. Это абсолютный рекорд для подводного объекта. Для разгона и поддержания такой большой скорости требуется огромная тяга. Ее нельзя получить от обычных двигателей и реализовать с помощью грибных винтов. Поэтому шквал использует стартовый ракетный ускоритель. За 4 секунды он разгоняет торпеду до крейсерской скорости, а затем отстреливается. Далее начинает работать маршевый двигатель. Он тоже реактивный. Так что шквал скорее ракета, чем торпеда. И она не плывет, а летит в газовом пузыре, который сама и создает. Она выстреливается из обыкновенного торпедного аппарата калибра 533 миллиметра и не требует каких-либо специальных переделок. Революционные принципы, положенные в основу конструкции шквала, имеют и другую сторону. Одна из них – невозможность обратной связи, а стало быть и отсутствие системы самонаведения. Излучение гидролокаторов не может пробить стенки газового пузыря. Поэтому шквал программируют перед запуском. В систему управления вводят координаты цели. Торпеда не умеет и поворачивать. Она движется строго по прямой, к заранее рассчитанной точке встречи с целью. Несмотря на эти недостатки, уйти или защититься от шквала, а тем более от залпа двух таких торпед, практически невозможно. За 100 секунд подводного полета к цели крупнее судно не успеет изменить курс или принять меры защиты. Поэтому на Западе шквал называют «убийцей авианосцев». Шквал. Скоростная подводная ракета-торпеда. Калибр 533 мм. Длина 8 метров. Вес 2700 кг. Мощность боеголовки. 150 кт в ядерном варианте или 210 кг обычного взрывчатого вещества. Маршевая скорость 100 метров в секунду. Дальность хода до 10 километров. Опыт работ над ракетой-торпедой «Шквал» был использован учеными ЦАГи при реализации еще одного серьезного проекта. Речь шла о баллистических ракетах, размещенных на подводных лодках. В 1970 году на вооружение Советского военно-морского флота поступили первые твердотопливные ракеты РСМ-45. До этого подводные атомоходы вооружались ракетами на жидком топливе. Для их запуска из подводного положения необходимо было предварительно заполнить стартовые шахты водой. С момента получения приказа на пуск до старта ракеты проходило некоторое время, что снижало эффективность применения этого вида оружия. Жидкое топливо было высокотоксичным и не выдерживающим длительных сроков хранения. Это представляло прямую угрозу для экипажей субмарин в долгом боевом походе. Твердотопливные ракеты не имели таких недостатков. Однако в ходе испытаний военные моряки столкнулись с некоторыми серьезными проблемами. Ракета – это большой аппарат. Ракеты современные не имеют массу от 30 до даже 90 тонн. А это, как вы понимаете, всякое большое сооружение, оно относительно непрочное. Чем больше, тем оно более чувствительно к внешним воздействиям. И вот эта ракета, значит, она должна выходить из движущейся лодки в поперечный поток жидкости. Планировалось, что ракеты будут выстреливаться из подводного положения с лодки, которая двигается на глубине около 50 метров. Возникла опасность механического повреждения ракеты, а края и крышку шахты. По рекомендации ученых ЦАГи, в головной части ракеты разместили кавитатор, а в корпусе – газогенератор. При выходе из шахты вокруг ракеты возникал своеобразный воздушный кокон, который не позволял потоку воды повредить корпус. Таким образом, ракета РСМ-45 получила путевку в жизнь. Она была принята на вооружение в 1980 году. Испытания показали высокую скорострельность РСМ-45 и простоту подготовки к стрельбе. Залп 12 ракет, размещенных на подводной лодке К-140, происходил за одну минуту. Предстартовая подготовка занимала три минуты. Исследования ученых ЦАГи в области скоростного подводного движения опередили свое время. Удалось практически реализовать то, что во всем мире считалось невозможным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова